10 ряд вот здесь мы вяжем 2 воздушные петли подъема поворачиваем вязание соединяемся в арку из 4 воздушных петель соединились в 1 воздушная петля не вяжем аналогично восьмому ряду провязываем наше пико то столбиками с накидом над нашими арочками а вот над этими воздушными петлями у нас тут 5 петель соединяемся здесь еще пять петель воздушных садимся здесь и здесь новый веерочек встретимся в конце ряда провязали веерочек этот десятый ряд получается на что по аналогии 8 6 4 и 2 вот два веера соединяемся столбиком без накида предыдущий ряд соединились закончили 10 ряд поворачиваем наше вязание вяжем 7 петель подъема 11 ряд 7 петель подъема 1 2 4 5 6 7 соединяемся через два пику вяжем 4 воздушные петли соединяемся через одну пику ну и то есть столбиками без накида и вяжем еще 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 соединяемся в арку после двух пику воздушная петля здесь у нас будет снова столбик без накида в который мы провязываем маленький веерочек из пышных столбиков с накидом также как и в первом ряду мы вязали эти обычные столбики мы сейчас их провязываем соединяемся в предыдущую арку столбиком без накида вот мы провязали в одиннадцатом ряду получается мы провязали веерочек один соединились связали столбик без накида потом воздушная петля и теперь нам нужно соединиться в этот после этого первого пику мы вяжем не один воздушный столбик а 4 1 2 3 4 4 воздушных столбика соединяемся после первого пика предыдущего веера предыдущего ряда то есть вот так мы соединились мы соединились в этом месте теперь вяжем 2 воздушные петли поворачиваем вязание соединяемся в предыдущую петлю столбиком без накида теперь вяжем двенадцатый ряд по аналогии 10 воздушная петля накид провязываем вот эту зверочек столбиками с накида и пику так первый столбик без накида между пышными столбиками второй столбик без накида пико воздушная петля накид вершину теплой вершину пышного столбика провязываем еще столбик без накида с накидом и пику воздушная петля накид вот между пышными столбиками еще один столбик с накидом пико из трех воздушных петель так воздушная петля и последний столбик с накидом пику так воздушная петля соединяемся в эту арку 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 вершины арки из 4 воздушных петель связали столбик без накида вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 соединяемся с нашим первым в предыдущем мой предыдущий аркой даже одну воздушную петлю накид столбик с накидом получается вяжем вот мы связали так мы провязали 12 ряд в конце мы соединились парку столбиком без накида потом воздушная петля столбик с накидом теперь вяжем петли подъема на 13 ряд можно повернуть вязание сразу вязать 13 ряд 5 петель 1 2 3 4 5 соединяемся вершину предыдущей арки 1 1 воздушная петля и здесь снова маленький веерочек из пышных столбиков с накидом так воздушная петля соединяемся веерочек вы варку все время путаю название арка веерочек теперь 4 воздушные после этой арки вяжем 4 воздушные соединяемся перед первым пиком предыдущего веера предыдущего ряда то есть все соединились ряд мы закончили так 14 ряд последний ряд вяжем 2 петли подъема соединяемся марку из воздушных петель воздушная петля накид и вяжем этот веер последний столбик с накидом пико из 3 воздушных петель тут точно так же каких предыдущих рядах мы провязываем этот веер я уже даже думаю не буду проговаривать всем понятно должно быть вам так так и последний столбик с накидом 1 2 3 и соединяемся в вершину арки и не вершину арки просто варкусы столбиком без накида мы закончили последний 14 ряд покажу что получилось вот такая деталь у нас получилась нить я не обрываю я сразу начинаю обвязку вы можете оборвать нить связать вторую деталь и потом начать обвязку но мне не нравится когда обрывается нить поэтому нить обрывать я не буду я продолжу обвязку поворачиваем вязание вот так уголком и начинаем в обвязку то есть обвязка нас будет состоять из столбика без накида столбик без накида 3 воздушные петли делаем вот такое пико вот вы можете вязать в бисер если хотите так вот так обвязываем нас должно получиться в этом месте где-то 12 пико вот так сейчас мы будем провязывать веревки эти ниточки потом спрячем так вяжем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 накид и в третью от крючка воздушную петлю мы провяжем столбик с накидом вот так снова 3 воздушные петли накид в третью от крючка воздушную петлю провязываем столбик с накидом такая веревочка нас будет получаться вы можете добавить нить и вязать потолще эту веревочку если вам хочется то есть две нити 3 воздушные петли накид столбик с накидом 3 воздушные петли накид столбик с накидом в третью от крючка петлю вот так и вот так мы провязываем необходимую длину смотрите в зависимости от нужного размера вы можете регулировать количество вот этих веерочков то есть можно связать из трех веерочков и тогда он будет поменьше обратно человек я вам покажу я вязала и поменьше этот побольше покрупнее такой для взрослых можно связать и для ребенка в школу поменьше свяжу вторую часть покажу вам как я буду соединять с этой частью вторую вяжем по аналогии точно также будем соединяться в этом месте я вам покажу так я связала вторую часть и когда делала обвязку соединила две части то есть снизу вверх когда мы идем мы соединяемся за пику верхние со второй частью то есть первой части который мы связали мы соединяем вторую часть то есть мы просовываем через это пико петли пико которые на этой верхушке находится смотрите они находятся на одном расстоянии продеваем протягиваем и вяжем дальше обвязку в этом моменте можно бисер провязать что-нибудь интересное здесь сделать я все постираю и отпарю вот посмотрите наш воротничок такой большой получился да а вот какой получается поменьше если связать на один рапорт меньше один рапорт это где-то 15 петель вот эти поменьше потому что они связаны на рапорт поменьше но вот этот еще чуть чуть меньше потому что он связан из другой пряжи чуть потоньше пряжа вот это было вот если сравнить получается поменьше вот этот на один рапорт вот так вот такие красивые воротнички получаются по нашему мастер-классу вяжите вместе с нами у вас обязательно получится совсем несложный воротник в то же время очень красивый очень красивый